Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень опасном вредителе, о котором мы уже когда-то упоминали, но я буквально этим роликом сигнализирую о его появлении в умеренной климатической зоне. Начну я с того, что покажу, что розы в этом 2020 году в начале июня уже атакуются активно болезнями. Пришло тепло и буквально за пару дней на розах начинают проявляться болезни, особенно марсонии. Но о ней я поговорю попозже. Я нашел эффективный метод борьбы и обязательно с вами его обсужу. А сейчас хочу вам рассказать о таком опасном вредителе, как цикадка. Вот такая вот мраморность, которую многие могут принять за повреждение паутиным клещом. А от паутиного клеща эта мраморность отличается тем, что концентрируется вокруг центральной жилки. Видите, на всех листочках мраморность концентрируется вокруг центральной жилки. Это означает, что растения уже заселены цикадками. Цикадка является таким многоядным вредителем, то есть повреждает широчайший спектр растений. Наряду с мраморным клопом, паутиным клещом, тлями она приносит значительный-значительный вред нашим растениям. Как овощным, так и цветочным. Поскольку дело мы имеем в этом сюжете с розами, я вот вам покажу фазу развития роз. Когда бутон уже появился, однако же лепестки еще не видны и не просвечивает натуральная краска. Это означает, что в этот период мы можем использовать такие препараты против широкого спектра различных вредителей, которые называются неоникотиноиды. Неоникотиноидные препараты отличаются тем, что они воздействуют на вредителей, в том числе через корни. Препарат всасывается и начинает действовать по всему растению, не только там, где попал, а по всему растению. Если в вашей зоне тоже обнаружена вот эта вот цикадка, то до того, как растения эти зацветут, а у меня здесь роза такая, ну не совсем махровая, полумахровая, длинноплетистая, ее посещают пчелы. Поэтому в этот период я настоятельно рекомендую проливы неоникотиноидными препаратами с тем, чтобы уничтожить не только цикадку, но также тлей и других вредителей, которые очень активно стали атаковать растения вот в эти самые буквально последние дни. Немахровые и полумахровые розы, которые активно посещаются насекомыми опылителями, вот у них бутон вот в такой вот фазе находится, я уже не советую проливать неоникотиноидными препаратами. Потому что цветы накопят эти токсины и, к сожалению, те опылители, которые будут их посещать, они уже имеют шанс принести в уле или сами поесть вот этого отравленного нектара. Поэтому вот подобного рода растения, хоть на них тоже уже заселилась цикадка, но я очень-очень-очень рекомендую все-таки обрабатывать по листу и не неоникотиноидными, а контактными, контактно-кишечного действия препаратами. Это может быть интавир, это может быть карате, это различные циперметрины и так далее. В любом садовом центре вам подскажут перитроидные препараты, что это такое, с чем их, так сказать, едят, ну и как они называются. В различных странах есть свой перечень препаратов, ну вот я назвал какие-то самые-самые такие известные. Ну а розы вот в таком состоянии бутонов, конечно же, еще можно активно обрабатывать неоникотиноидными препаратами. Как видите, они также заселяются тлями, очень активно заселяются тлями, и такая вот обработка, она, как мне кажется, гораздо менее хлопотная, нежели чем опрыскивание, потому что не везде попадешь этим опрыскивателем, не везде эти капельки достанут, а вот такие проливы могут быть очень эффективны. Ведь в чем суть неоникотиноидных препаратов? Они будут всасываться в почву, корни из почвы их достанут, они проникнут во все части растений, и только те насекомые, вот ли, которые укусили и попробовали сока, они и сдохнут. А все остальные полезные насекомые не попадут под эту атаку, поэтому этот способ, можно сказать, весьма и весьма экологичен. Ну, конечно же, по сравнению с какими-то опрыскиваниями. Оставайтесь на нашем канале, оставайтесь с нами, потому что впереди у нас рассказ о мучнистой росе, как видите, розы уже попадают под атаку мучнистой росы, и о многих-многих проблемах, и декоративных, и овощных, и ягодных, и прочих растений, которые мы выращиваем у себя на участке. Ну, и, конечно, помните, что уничтожая тлей, уничтожая цикадок, мы одновременно сокращаем риски переноса опасных болезней, в том числе вирусных болезней, от которых практически нет спасения. Поэтому этот способ борьбы с вредителями, он является таким очень комплексным, он помогает избежать многих проблем на участке. Пользуйтесь им, пользуйтесь им безопасно, в те фазы развития растений, которые я вам назвал. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok